Открывая заседание, глава Мордовии отметил, что обращения граждан, касающиеся ошибок при мобилизации, рассматриваются по нескольким категориям. По каждой выработан алгоритм решения. В частности, при поступлении жалоб на здоровье, мобилизованный направляется на дополнительное медицинское обследование. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения и принятия коллегиального решения, выносятся на заседание Республиканской призывной комиссии. В этой связи ответственным за призыв в рамках частичной мобилизации нужно руководствоваться нормативными актами, которые вышли на этой неделе на федеральном уровне по предоставлению отсрочек различным категориям граждан. В частности, речь идет об указе президента России о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов. Каждое сообщение сообщить и объяснить, почему так происходит, с голоса. При необходимости, что непонятно, приглашаете к себе или туда выезжаете. Неважно, как поступил вопрос, кроме письменного подробного ответа, кураторы должны ответить еще и устно. Из обращений поступивших на текущей неделе наиболее часто встречающимися остаются вопросы по возрастным категориям призыва. Жалобы на ненадлежащую работу медицинской комиссии на пунктах призыва, просьбы о предоставлении отсрочки в связи с заболеванием или необходимостью ухода за больными родственниками. Особое внимание Артем Сдунов поручил обратить на просьбы о помощи и поддержке, поступающие от военнослужащих и членов их семей. Глава Мордовии подчеркнул, что по всем вопросам необходимо контролировать решения на каждом этапе. Также на заседании были рассмотрены вопросы подготовки к проведению второго этапа призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации и совершенствования работы призывных комиссий всех уровней. Анастасия Целигина, Народные новости.